запись это у нас забросить от проекта вели за всякой хрени которая происходит а только начинать что-то делать но я так думаю зачем его забрасывать и все равно никто не смотрит и играл основа для себя поэтому несмотря только хреново мои комментарии и несмотря на то каких хреново у меня будет записи все равно это будет проект сегодня я выбрал что-то немного легкая на сеге то что у меня были идентики сега в детстве я не влезал эти войны 8 бит по 16 бит и прочих огня world of illusion вот уже довольно простая игра хотя в свое время она и у нее возникали свои сложности микки и дональдс мистер простенькая микки и дональдс решили по моему это сама сделать стать или за не стоит начали искать всякие вещи это легче работает короче не нашли какой-то портал мир иллюзий и кто засосало уку конечно же все эти вещи рассказывают историю лучше чем я дала и голаминия нажимать старт это дело что она будет автоматически собственно я думаю что если значит показ играешься к игру то надо записать все что там есть не странно что это довольно скучная история никогда я не понимал здесь потому что я не знал английский язык это голга от игры такой мистический весь в балахоне типа нужно найти и убить окей здесь нажимаешь а выбираешь плеера как он выбирается креста и на выбирается начнем с микки и а почему-то начинает канцелить выбор поэтому нужно нажать старт судили мир иллюзии не думаю что это самое это была часть серии которая называлась тоже of illusion там был к слову лишь на всякой хрень of illusion на игру только в эту игру и чем не примечательно это была сама первая игра которая вообще когда-либо увидел после эту просил раньше надо дать брать или какой-то консоль то я не знаю что это дело сезона была на сеге мне взяли от эндик только потом мне взяли то самое тут же сегу который я видел в костях где-то тоже сам потому что скупили как бушная с этими же картриджами и я наконец поиграл эту игру и она она была прикольная не буду врать остановься вспоминает микки маня из игр про микки мауса на этих самых на сеге или маус капает который делал капком ну и вот эту игру меня вспоминает то что это по-моему единство было игра про микки мауса на сег который играл нет про помощь а играл несколько игр но не так сильно мне впечатлили как это на основу то впечатляет на самом деле на арт-стайл всякая креативность которая бросается в игре нежели какой-то челлендж там или что если в эту игру играть в эту игру надо играть копом потому что это была одна из низких игр которые коп это не было тупо твои игрока это самое не зависимо друг от друга валят монстров а тебе нужно было находить всякие вещи помогать вернее находить всякие инструменты помогать друг другу их ими оперировать осознать такой реально коп хотя он и форсированный был читами я про него замолчу потому что он показывать а по несколько раз пытался играть эту игру копом но все попытки фейлились поэтому сегодня будем играть и синглом кто-то скомментировать что же происходит на экране за паука я по не боялся потому что я думаю что он тебя укусит или чё тоже вам как враг плюс тут есть враги пауки но нет у тебя не трогает он брус паутина плетет чем плетет лабиринтами а по он долго не мог понять кого хрена потому что и что он целка это назад пошел из него спрыгивал и падал в яму но нет он тупо это сам те троллит часто это просто все делается это тогда тогда это был троллинг ну собственно первый босс интересно с 8 пока ты не пройдешь середину экране начнут тебя нападать как не старайся может только четыре раза ударить на первом попадении он все равно делать эту вещь а по тролли тебе так паук ударить его не не мощь ему пять ударов надо нанести по дуру на один удар остается но превращаем сундук что-то заметно в этой игре вместо того чтобы убивать врагов ты их превращаешься эти там бабочек тараканов насос на каждый посыл и имеет при себе какое-то заклинание которые тоже эти помогать на пути на самом деле это жуткое вранье все пусть и говорят что можете персомонить магический ковер и следующий же уровень и автоматически сам они швы здесь и почте его не может где снова не поэтому это все форсированная слишком хрень и мне нужно легче летать управлять примерно так же как и тело за много раз нажимать кнопкой сам прыжка ушел слетать вверх но она более такое самое хреновенькое что ли пропустил конфетку наверное или тут не было конфетки черт читая хреновая игра наверное наверное меня слишком уже то поэтому я решил играть такие простенькие игра здесь бесконечно полон континется в этой игре а дальше такой эпичный подъем на гору эти нужно гасить огоньки основание диснеевские да их можно было успеть пробежать большинство сега своих игр как в марио делю кнопку бег хотя он отличался с вега марио потому что тупо меняется скорость и его как будто момент запасать но нет кажется лучше а вот тут интересно будет отнимает управление почему-то оттого наверно сейчас задумался что его отнимает потому что мог перепрыгнуть обратно вот эта хрень и все это сделал бы очень интересно будет я нашим бежать и не останавливаться тоже потолок где-то вниз где спокойно то что это не день застреваешь пишешь это интересное место то что проходишь все эти камни падают и начинает исчезать а если по ней прыгать они не исчезают конечно можно сразу со всех камней спуститься по моему все не получилось но тут единственный уступ а поваренда на возникает поэтому ты никогда не знаешь где он тебе приходит спускаться меня по камням страшное место что по облакам прыгаешь и тебе немножечко горизонтальный момент устанавливать вот эти облака ах ты получился перепрыгнуть облака в принципе с ничего сложного нет а еще не такие платформы проходил дайте спал не выносил за сложности если прыгал куда-то вниз по собственной глупости для за того что у кольер лаги были да вот это пианино я говорю вот этим играю слайд со своим такими прикольными вещами которые она делает что это пианино на жизни тебе дает бомбы а у тронул там дальше конфетка лежит на помню здесь дать конфетку вот она почему-то я не взял не успел здесь наверно если туме играли то можно было сюда подальше чтобы там ничего нету вот этот босс сон на двоих очень простой на 1 может вспомнить как его играть в принципе он очень простой на двоих ты просто встаешь в край крана и валишь его потому что он всегда прыгает вот где-нибудь сюда здесь стоишь ты его завалишь автоматом опять же мы нашли какой-то магия который делает большой мыльный пузырь и опять же нас то самое форсирует его использовать на следующий уровень весь следующий уровень довольно злой подводные тут всякие рыбы и теничных атаковать не можешь плюс летать таким же образом как и на ковыре летал только может быть немного получше на самом управлении может быть основном то что будет доводить вот эти самонаводящиеся рыбы потому что они самонаводятся тебя и все и большинстве случаев и впихать именно вот такие вот пароходы которые сейчас полезу вот так вот их так надо обходить она не знает который мне наверно сам самый не нравящийся из этой игры хотя он атмосферный этот плаваешь такая музыка крутая ну и не крутая она атмосферная в основном тут всякие секретки можно ходить вот да я об шипа ударился опять вот эта рыба она проход меняет и если бы тут нет сейчас не получилось если пытаться плетелом часа в наводится странно рыба вообще это петлю между шипами обходить не получилось то что меня рыба поехала если думаешь как брать эти пузыри то что это сделать то забиваешь и понимаешь что надо назад отходить вот такой вот запись же играешь не больше из артстайла из-за всякой отца бэкграунд потому что игра красивая не буду отрицать до сих пор даже прикольная но просто основе играл за дональда поэтому даже не за 100 круче было играть за микки хотя ничего не отличается евро ты стоишь нащи край за тонн вместо микки то у него другие уровни пойдут то есть некоторые будет те же самые другие меняется я это наверно покажу потому что я буду за обоих проходить перс если получится может быть даже копом приду потому что копом вообще третий уровень и тут хотя копом эту игру будет сложно проходить потому что за карьера лагов иногда тебя там по верху между этих рейх ничего нету поэтому я сразу тут сюда пойду чем копом был бы хорошо эту игру проходить но я не думаю что мне это получится потому что я уже два раза фейлился как минимум два раза фейлился пройти эту игру копом здесь вот так вот раз и попадаешь часть уровня где-то можешь использовать свой а да вот тут вот тебя вот эти хрена останавливать типа если нужно пробегать вот эти красные звездочки эти останавливают что эти камни ударили как бы вот что я хочу сказать вот эти злые хрена не очень злые и очень хрена быстрее беги быстрее ты не получил спрыгнуть ладно сюда хочу пройти потому что здесь по секрет был да я пойду секрет был ухты неуязвимость не связь и довольно редкая в игре и она мало что делает потому что она только определенных местах возникает ее либо пропустить может к сложно в общем не знаю как это объяснить а то прям соники не уязвимость не что можешь ее взять можете не взять в тени в сонике тоже некоторых вещах ты автоматом дает неуязвимость все просить сложно это сказал в общем на кикарте вот неуязвимость самая форсированная апгрейдом потому что не ставьте в определенные места где те либо между вместо нее сложно пройти будет а взять ее легко и прочих я понито корабль если не мог пройти потому что вот эти дырки я их не видел а если внизу это сам дырку активирует тебя бросает сразу же в хрень который тяжись снимать блин хрень забыл забыл как дырки называется на здесь конфетка кой здесь бежать надо тоже с тобой вот эти будут хрена гнаться а вот здесь нельзя бежать потому что вперед возникает и я все равно бы не ударился очень здорово что этот корабль долго не мог пройти его немножечко запомнил как чуть работать надо вот здесь по сложного тобой потому что у тебя очень мало времени чтобы пробежаться хотя собственно проход прямой опять не ударили да долго время не знал что вот эти пилы которые вылезать на можно убивать и сейчас мы пройдем к боссу который немножко злобный будет и здесь я завалю а по-моему единственный босс который я могу не завалить ну кроме последнего последний тоже такой же наверное будет проблема этого босса в том что шутка рэндомный он какой-то дерганный что ли сейчас вылезет не получилось почему-то на него тайминг сложно заделать но я его завалил таки и опять не дали заклинания которая беже будет форсированным сейчас будет круто потому что у нас выгоняет вверх и бум мы попадаем в мир гигантов и сам я татура и очень долго переигрывал тоже когда в детстве я не мог пройти это корабль я помню рендо как-то подобрал пароль на этот уровень который сразу после аквариума шоу поэтому с него постоянно чего-то игру это мой самолепимый уровень и я начинаю тупо говорить и сама что-то пройдет дело это меня немножко за канале все эти приключения которые недавно происходили с ученицами нравится тем что он прикольный гигантский мир то все-таки гигантской ты бегаешь и китюбики хреначится я сам не то что он гигантский дело о том что он больше напоминает тот самыми на какой-то какой-то не знаю полки что ли реально нежели уровень сам вот и попадаешь эти рендоны места которые тебе портят тут временно во всякие другие как назвать мир и что ли потому что это сохранится у него пропорции реально реально не сходят со стиммера с той сохранится который я сейчас хожу эти за это дает эту конфетку если конечно не ударился в эту коробку надо вдвоем заглядывать просто круто я тут по вам бродил до бесконечности вниз несколько путей как можно пройти от начала до конца и вот нас опять форсирует и бомб они у тебя не дизайн хороший в принципе атмосфера такая хорошая ты его мелкий гигантский уровень ты пудаешься такие коробки там в книгу можно попасть за тональда было клиниками бессила она да и собственно его конец вот здесь вот когда попадаешь в мир конфет который по в коробке с конфет конечно совсем его конец чисто теоретически этого конец этого большого уровня это может его часть потому что я получил самолетик убить надо куки монстр куки монстр это зло его два раза надо убивать это так и плаща она немного лично бывает потому что ты можешь такого типа своим плащом при связи него вылетает это вот стартаст ли как и назвать пыль какая-то которая тупо станет врагов иногда непонятно ли ты врага от самого дарил тем плащом ему надо еще один хит нанести то и вот его тупо заставил ты в него еще удариться поможешь присущая не понимала здесь можно при сюда прыгнуть сюда попасть я не знаю для чего эта платформа сделана от неправа вправо ничего нет вообще надо идти влево вот эта веселая вещь ночи как даже с пограундом не сливается что прыгает и тяг крутит да эти две секунды не уязвимости сам по он происходит в копии если ты будешь на самого друга слова такой плащом то есть его так скрутить жизнь его не отнимет и поэтому можно троллить друг друга или мешаться куки монстр шоколадки которые на самом деле карты почему объясню потом из по моему дата книжку надо ставить потому что сейчас мы отправляемся в путешествие в космос на бутылке шимпанского это так круто в этой игре ты не знаю попадаешь куки лэнд потом на бутылке шимпанского пролица в космос над эти звездочки тень не трогать по моему тут сложно то самое сделать ауч потому что надо было тут книжку взять на потому что ты столько же ударишься об этой самой хрени сколько возьмешь конфеток и тортиков здесь поэтому в принципе это тупо полетаешь даже книжка это заканчивается под конец путешествия которая неуязвимость поэтому я не взял вот эту неуязвимость который уже почему-то в мешке собственно это жилет и думаешь что может так пройти пожалеет на тяга туда идти на нет тут конец такой я не пускай дальше так хрена китя почему-то бросает на битву с боссом это тоже один из таких пост который представляю себя паук потому что можно заварить до того как она чего-то сделать именно кроме того что и опять остается один удар блин ты затори специально сделали экстра удар чтобы чтобы босс хочет что-то сделал и чем нет алекс отзыва и убил то команд карт вот самый исходный трюк в игре на самом деле тоже мы вдруг попадаем на последний лаву и вот эти карты сам постичься плохой враг в игре потому что не стреляются в тебя возникает из ниоткуда их на два раза валить вот эта карта стоит на месте и надо командовать блин вот опять же меня ударила пойдем по верху что ли в основном игра простенькая но вот эти карты они могут немножко эти записи вот в этом месте я долго тох потому что пытался немного рашить то есть такой глюк что эти карта не ада эти бросает горизонтально свой черный который горизонтально идут но это уже не будет перфектра нам дайте канать невидимая стенка когда они вот так вот мигать их то можно ударить то нельзя ударить второй раз еще из-за этих глюков с плащом большинство врагов они один удар берут вот эти карты не тратер пират по два и самые злые враги в игре можно считать их естественно это перекраска шоколадки шоколадку по-моему один раз надо ударять было вот эти карты 2 барьер это такой эсхалте карт не дает помните кубики они довольно странно потому что написано пресс мне на них нажать если нажмешь нет вот кубик то анти засасывать кидать начало уровня продать кубики дать тебя в эту секретную зону поэтому мне надо было показать эти и не показал аккуратно а здесь понадобит кубик нажать за микки за дональда по разной кубики которые я не знаю как его писать то ли он хороший то ли он плохой даже плен означает скоро лица бэкграунд вернее карандасты на месте скорость только программ тебя так то автомата кидать назад это чувака и вот опять же это хрень который бывает все фрагов на экране она очень редкая ее можно зафейлить то есть она нафиг не нужна в игре тупо для этого цена сделано для эффекта на на стул запрыгнуть тут тебя канают эти хрени от свечей не знаю смогу ли я увернуться нет не не увернулся надо было перепрыгнуть прыгать на стул начать и задавит опять от свечей не получилось вернуться ну пофиг мне от них сложно уворачиваться на самом деле ада все последняя финишная прямая здесь бабка тебя бросает хрене но я может заморозить чтобы натупила а можно тупо идти вперед потому что убить и невозможно на поставить и под твоего плаща уворачивается даже если перефикс в конце экрана то нет она не убивается на это секретка это был кстати очень сложный момент играть это этот этот занавески за которыми видно тебя на не видно врагов вот так вот бежишь пытаешься залез его не видно это завес его не видно такая прикольный эффект был тоже его ни один раз используют игре я получил только по этим занавескам гулял потому что я не хотел ударяться по врагов и медленно их так проходил поставим плащом махал надо если не успеешь на карету прыгнуть тебе придется прогуляться по это самым спайкам а карете довольно мало шансов то что в них прыгнуть нормально особенности бабки летает это исходили лифт то что у меня очень много раз убивал в детстве я был тупой надо бежать от него я стоял и я умел убивал ну естественно финишная прямая вот с этими с кучей карт происходит проблем карты уж не шевыряют слишком часто хрень их сложно перепрыгнуть поэтому приходится при гибать под ними и ждать пока к тебе карта подойдет либо сам не подходишь убивающие плюс они еще сзади генерится постоянно причем их заускролить нельзя они будут бежать до бесконечности яйца все-таки настигнут поэтому ключи сразу убивать исполнишь и спала вода но то прорсовская проходит спокойно совершенно ты его ничего не может сделать я наверняка пропустил потому что где-нибудь сгенерился и меня слишком сильно обидут и вместе опять сгенерился я тебе видел дает всего одну конфетку перед финальной конфронтации с финальным боссом я был только один раз в жизни прошел это босса без без того чтобы он меня ударил потому что он жутко рэндомный поначалу я не знал куда бить а на самом деле его надо бить в эту морду которая мне казалось бакграундом в принципе тебе надо тупо завалить быстрее чем он завалит тебя и это делается просто если ты на него рашем таким нападаешь он даже не успел музыку сменить потому что только ты его завалишь он должен музыку сменить меткой глюк возник окей и собственно этом игра заканчивает себя атак игр довольно за экстенчены кредиты потому что мики дональд и все-таки шоу готовили поэтому не буду вам показывать хотите ли вы этого или нет ну вот собственно все круто а вон и пит внизу он тем в главу газ был смотрит на все это цепь не знаю на самом деле пит какой-то странный главгад потому что он всегда такой злобный то ли он не совсем злобный то ли что и собственно это кредиты которые мы будем еще раз смотреть за дональда потому что я сейчас закончу игру сейчас я закончу эту игру и будем играть за дональда но это будет во второй части а сейчас до скорых встреч начал estimates также рождение